Для меня очень важно и ответственно проповедовать в Доме Божьем. И знаете, всякий раз, когда я выхожу служить, так это называется, служить Словом Божьим, я стараюсь всегда сказать это, потому что то, что я стою на этом месте, это великий подарок, это то, что нельзя передать, объяснить, этому нет объяснения. Я бывший наркоман, я 16 лет употреблял наркотики, и вся моя жизнь, все то, что связано было с этим, это ужасная жизнь, страшная жизнь. Я по сегодняшний день еще, знаете, у медиков нахожусь в группе риска, потому что случись, например, мне сделать какое-то там внутривенное что-то, они не могут найти у меня даже, куда поставить инъекцию, то есть подключить там капельницу и так далее. Но в 2001 году Иисус коснулся моего сердца. И вот этого человека, который 16 лет прокололся, он изменил. Это было сверхъестественное прикосновение. И помимо того, что он, знаете, дал мне свободу от зависимости от наркотика, алкоголя, ну там греховный образ жизни такой, знаете, вел, он изменил мое сердце и продолжает работать с ним, потому что это не завершенный процесс, это еще, знаете, работы, 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 там непочатый край. Но я такой счастливый человек. Вы знаете, драгоценный, вот то, что он меня спас, вот вытащил, псалмопевец говорит, он вытащил меня из тенистого болота, из этой грязи, из болота, которое засасывало. Он вытащил меня, слава ему. И, знаете, это уже было таким подарком для меня. Но этого ему было мало. И, знаете, он дал мне еще один подарок. Он говорит, я не просто тебя спас от этого дерьма. Я хочу подарить тебе вечную жизнь. Вау! Я хочу, чтобы ты жил вечно! Вау! И это, знаете, как, когда я услышал, что вечно, я подумал, наверное, я такой ценный. Но, когда я узнал, какой ценой был достигнут для Бога Отца этот подарок для меня, да для меня он был, знаете, подарком, а для него это был такой шаг. Он отдал сына своего. За таким Богом я захотел, знаете, такому Богу я хотел служить и поклоняться. И то, что он еще сделал для меня, он сказал, я хочу, чтобы ты был в моей команде. Я хочу, чтобы ты служил вместе со мной, служил людям. И он доверил мне самое драгоценное, то, что для него ценнее всего, это человеческая душа, это человек. И я стою сегодня на этом месте и проповедую Слово Божье, служу, знаете, и ощущаю себя соработником на Ниве Господней, то есть частью команды Божьей. Знаете, драгоценные, наверное, это сможет понять только тот, которому однажды, так же само Бог сказал, я хочу, чтобы ты был рядом со мной. А я уверен, он говорит каждому. Вопрос только, как мы слышим это? Насколько мы откликаемся на этот голос? А он так хочет, чтобы каждый стал частью команды. Команды. Не те, кто едут в телеге, а те, кто взяли этот непростой порой, хомут, но такой счастливый, такой благословенный. Иисус сказал, возьмите иго моё на себя, ибо иго моё благо. Это просто, наверное, приветствие. Поделиться хочу я вот чем с вами. Давайте мы откроем Евангелие от Марка. Откройте вместе со мной Евангелие от Марка. И мы будем читать восьмую главу. Евангелие от Марка, восьмая глава. Я прочитаю с 27 стиха. Я буду читать большой отрывок, но читать его в продолжении всей проповеди. А сейчас я хочу зачитать вот первую часть. Это Евангелие от Марка, восьмая глава. С 27 стиха по 29. И подошёл Иисус с учениками своими в селении Кесарии Филипповой. Дорогой Он спрашивал учеников своих, за кого почитают Меня люди. Они отвечали за Иоанна Крестителя. Другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Пётр сказал ему в ответ, «Ты Христос». Хороший вопрос. За кого почитают Меня люди? Знаете, когда мы оказываемся вот в таком близком общении, я помню, знаете, я пастырь, старший пастырь, и Бог позволил, как-то удивительно, позволил поднять хорошую команду Божьих служителей, пастырей, лидеров. И когда мы находились вот в такой простой, знаете, обстановке, это хорошо было, знаете, спросить, что там говорят, вот, знаете, о нас? Что там говорят о мне? Что там слышно? Вот мы же все живём в социуме, правильно? Мы все контактируем с людьми. Что там говорят? Что там о нас говорят? О церкви говорят? О мне говорят? О пастыре говорят? Что там говорят? Хороший вопрос, потому что нам важно знать. Потому что доброе имя лучше серебра и золота. Так или нет? Поэтому хороший вопрос, который Иисус задаёт. Он говорит, там слышно что-то? Ну, они отвечают Ему, они говорят, да, вот такое мнение есть, такое мнение есть, вот такое мнение есть, разные мнения есть. Иисус говорит, вот ещё один вопрос, а вы за кого почитаете Меня? А вот вы, те, которые рядом, которые близко, те, которые постоянно, вы, вы что думаете? Вы знаете, это такие хорошие моменты общения, контакта. Если человек искренний, то это служит такую службу хорошую, потому что мы искренни, мы делимся. И знаете, важно не только искренне говорить, важно искренне слушать. Это должно быть обоюдно. Иисус показывает нам хороший пример. Он уточнил, какая информация вне, Он услышал, какая информация вот внутри, и это, драгоценные друзья, это важно. Но я хочу сказать вам ещё один момент. При всём том, что есть мнение снаружи, есть мнение внутри, есть ещё одно мнение, которое не менее важно, чем то, которое Иисус услышал. Есть то мнение, которое даёт личное удостоверение «А что я сам думаю о себе?» «А какая моя позиция?» «А какая моя идентичность?» «Мой идентитет в Господе?» Мне нравится Иисус. Он был способен, не стесняясь спрашивать о том, что думают внешние, что думают внутренние, и при всём этом Он чётко знал, кто Он есть на самом деле. Это важно, иметь хорошее, авторитетное мнение о нас от внешних. Это важно, когда внутренние, близкие, они говорят о тебе хорошо, но намного ценнее и важнее, когда ты сам знаешь себе цену, когда ты сам знаешь, кто ты есть, когда ты сам вот этой близкой тайной комнате, оставаясь один на один с Господом, не здесь, может быть, в церкви, знаете, можно театрально поднять руки вверх, а когда ты стоишь в тайной комнате, ты поднимаешь руки к Богу, ты можешь что-то не понимать, но ты знаешь одно, Господи, вот я, я искренний перед Тобой, и я знаю, что я иду в правильном направлении. И это важно, и это ценно. И вот вы знаете, вот эта атмосфера, которая была там при этом общении, когда он спрашивает, знаете, разные моменты такие, и вдруг среди общего мнения, а мнения разные, видите, как те говорили то, те то, те то, каждый что-то говорит, и вдруг среди общего мнения слышится такой классный голос, такое хоро, это вообще было супер мнение, это было настоящее мнение, правильное мнение. Вдруг голос Петра, Господи, Ты Христос, Ты Христос, Сын Бога Живого. Вау! Знаете, интересно, вот Марк не пишет так подробно об этом. Я не знаю, может, Марк обиделся за то, что Петр его обскакал. Может, он, знаете, Петр был таким смелым, дерзновенным, потому что Петр, он был такой ревностный, хороший, искренний, прямой. Знаете, Петр был настоящий. Нам надо быть настоящими, братья и сестры. Это важно. Хорошее мнение, плохие мнения, разные мнения, но зато настоящие. Потому что, когда есть настоящие мнения, тогда легче решаются вопросы. Намного хуже, когда мнение есть, но оно где-то там, тайно, оно ковыряет, червоточина такая. Знаете, так вот, драгоценные. И вдруг голос Петра, и Петр искренний такой, он говорит, Ты Христос. А когда мы читаем Марка, когда мы читаем Матфея, Петр говорит, Ты Христос, Сын Бога Живого. И знаете, вот Петр попал в десятку. Знаете, вот вдруг появляется тот человек, который говорит хорошие вещи, правильные вещи, который духовные такие вещи говорит. Вдруг, знаете, на фоне других людей поднимается кто-то, который более духовен, более смел, более дерзновенен, более помазан. Петр попал в десятку. Вот, ну, вы попадали хоть раз в десятку? Вот, брат, ты, можно тебя на минуту? Да. Можно тебя на минуту? Я тебя, извини, как пример просто там чуть-чуть поиспользую, да. Ты знаешь, что такое попасть в десятку? Ну, вообще, да, в дротике, там, в мишени, я не знаю, в цель попасть, и не просто в цель, а, знаешь, вот в самое сердце. Попадал когда-нибудь в десятку? Это значит, знаешь как, это угадал что-то. Вот я тебе расскажу, вот я когда-то попал в десятку. Вот сегодня пастор Владимир говорил очень интересные, хорошие вещи. Он говорит, когда позовут вас, когда вдруг предстанете, не думайте, что сказать. Не думайте, потому что Дух Святой даст вам ответ. И вот знаете, когда вот этот ответ звучит, этот ответ от Духа Святого, он обязательно в десятку. Он обязательно в десятку. Это когда ты сказал, и все, вау, ничего себе. Петр, как сказал сразу, Иисус, Петр, молодец, садись, пятерка твердая, сто процентов, ты правильно, ты угадал. Я помню, когда-то неожиданно так у меня была встреча с одним большим чиновником. Это серьезный человек в образовании, в образовательной системе. И знаете, он задал, во-первых, неожиданная встреча была, она очень важная для меня была, во-вторых, он неверующий человек, более того, он, знаете, как закоренелый атеист был, и он вдруг, встреча неожиданная, еще и вопрос неожиданный такой, и он говорит, а он знал, что я верующий человек, и он знал, что я пастырь, и он говорит, вот вы дурачите людей, я говорю, как это мы дурачим людей, ну вот вы говорите, о Боге всемогущем, о том Боге, который вот все сотворил, он вообще все может, он все, а у людей в церкви деньги собираете, как это говорит, ну не вяжется так, если у вас такой Бог всемогущий, зачем вам деньги собирать, и знаете, это такой был, я, во-первых, не ожидал, что он будет говорить о вере, во-вторых, о таких, знаете, щепетильных вопросах, как финансы, знаете, ну это бывает не всегда, как бы так, ну, непростой вопрос, и я, я вдруг понял, что Дух Святой начинает говорить, потому что, если бы я говорил, я бы, наверное, наговорил какой-то ерунды, а вдруг Дух Святой, он говорит, я вот говорю, но говорю не я, говорит Дух Святой, он говорит, ну, смотрите, у нас же образование в стране бесплатное, ну да, бесплатное, я говорю, я говорю, вот мой сын учится в бесплатной школе, он ученик, но, говорю, интересно получается, участь в бесплатной школе практически каждый месяц, родители дайте, взносик, покрасить, побелить, картинки повесить, на экскурсию заплатить, мы едем классом, еще куда-то, еще куда-то, говорю, странно, образование бесплатное, но ученику надо делать взносы, ученику надо платить, я говорю, вы знаете, однажды я стал учеником Иисуса Христа, я учусь от Него, я сделал это добровольно, я хочу научиться от Него, я жажду учиться, и говорю, ничего нет странного, если я вкладываюсь в образование при всем том, что мое образование, оно бесплатное, и он послушал, и он, знаете, он говорит, вау, то есть я понял, что я попал в этот момент, я попал, вот попал в эту десятку, и знаете, это его так коснулось, это его так зацепило, и вот знаете, Петр, Петр, ты еще чуть-чуть постой, вот Петр вдруг, вдруг он раз, и говорит то, что Иисус отметил, он говорит, вау, Петр, молодец, ты действительно сказал, ты так сказал, как никто не сказал, с этого момента я говорю тебе, ты, Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь мою, и когда мы говорим о Евангелии от Матфея, то там этот же стих, этот же стих, он говорит следующее, и тебе дам ключи от царствия Божьего, и знаете, это было такое сильное пророческое слово, это было так мощно высвобождено, это было уникально, гениально, и Петр, я представляю, я не знаю как, что мы испытывали, я знаете, я не раз слышал пророчества в свою жизнь, сильные, мощные, я не раз, вот так вот, как Петр, попадал в десятку, вдруг сказал, и знаете, я не думал даже, так сказать, но все отметили, я что-то сделал, и вдруг все зауважали, я вдруг что-то там, вот сказал такое, и раз, и люди захотели еще раз услышать, и вот, когда, знаете, когда вот такое происходит, что-то в твоем духе подымается, ты сам начинаешь на себя смотреть по-другому, я что-то неправильно говорю, скажите аминь, присаживайся, другой, присаживайся, и вот смотрите, после этого общения, Иисус говорит, те вещи, которые я долго не понимал, следующий стих, после того, как Иисус отвечает, как Петр отвечает Иисусу, следующий стих, после того, когда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого, следующий стих, после того, когда во всеуслышание, ученики, поняли, кто перед ними, по-настоящему, до этого момента еще не все понимали, но Петр, он сказал, он обозначил, и вот следующий стих, он какой-то нелогичный, непонятный, и Иисус говорит им, он запрещает им, он не просто говорит, слушайте, давайте как бы об этом не будем, нет, он запретил, кто прочитает, посмотрите, пожалуй, 30 стих, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем, вау, как так, как так, вот только что мы узнали, кто он, только что мы поняли, по-настоящему, кто он, мы поняли, что среди нас, Господь, среди нас, Мессия, до нас раздувает, до нас, до Петра Первого там несло, понимаете, он понял, он думал, он догадывался, он, не он, что-то много, что-то сходства такие, он, не он, непонятно, нет, понятно, нет, вот здесь, точно он, и вдруг, я скажу, я не могу, сказал, и попал, и он понимает, и они все понимают, да, он, Мессия, и вдруг он говорит, а теперь, ребята, послушайте, что я вам хочу сказать, никому об этом не говорите, почему, проповедь, о которой я хочу говорить сегодня, я назвал так, высокая цена Евангелия, высокая цена Евангелия, высокая, чтобы проповедовать Евангелие, нужно узнать Евангелие, чтобы говорить Евангелие, нужно знать то, что ты проповедуешь, нужно понимать эту ценность, Я хочу прочитать сейчас с 31-го эти пять стихов, в которых Иисус что-то начинает говорить. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. И говорил о сем открыто. И вот знаете, друзья, что это за Евангелие такое странное? Что это за такие вещи ты начинаешь говорить, Иисус? Что это такое? Первые, кому это не понравилось, это были ученики. Первые, кто опять просто что-то не то услышал, это был Петр. Иисус, о чем ты говоришь? Много пострадать. Зачем о страданиях? Они нам надо, страдания. Много пострадать, быть отверженным, не просто отверженным, всей религиозной элитой. Страдать, потерять, возможно, авторитет, потерять имя, многое потерять. И в конце концов, быть убитым вообще. Что за Евангелие такое? Петр вдруг понимает, тот парень, который вот еще вчера, он слышал, просто слышал о том, что это Мессия, это Спаситель. Это тот, который придет и в разно ведет порядок. Это тот, который имеет полномочия, авторитет, власть решать. Одним только словом он может все решить. Одной подписью он может все решить. Но вдруг Иисус говорит, подождите, подождите, я хочу, никому не рассказывайте обо мне, до того момента, пока вы не узнаете, что такое Евангелие, кто такой я, никому не говорите, я хочу, чтобы вы начали что-то понимать. И он начинает учить их. Он говорит, надо пострадать будет. Будут страдания. Вы будете оставлены. Вы будете отвержены многими людьми. И в конце концов убиты. Знаете, есть такое выражение, непопулярное Евангелие. Знаете? Вот есть популярное Евангелие про цветание там. Все у нас будет классно. Как придем в раз просто все. И крылья вырастут. И все. И дома будут у нас. Все будет у нас. И автомобили будут у нас. Все будет у нас. Все будет. А будет, не вопрос. Если будет. Все будет. Если будет. Если Господу будет угодно. И живы будем. Если Господу будет угодно. И живы будем. И вот Петр вдруг слышит. Что-то не так пошло. Что-то не то пошло. И знаете. Мне нравится вот этот стих. Я хочу на нем немножко остановиться. 32 стих. И говорилось вам открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Петр. Ты же Петр был. Иди сюда. Не дам тебе покоя. До этого все было хорошо. До этого все вот. Как это. И ты камень. И ключи тебе дам. Все будет. И возможно Петр уже знаете. Такая как это есть. Сумочку пошил для ключиков. Знаете. Кожаную. Или купил. Не надо шить. Купил. Все как бы уже есть. Вот все. Как бы будущее прорисовано. Все уже как бы так классно. Хорошо складывается. Но вдруг Иисус начинает. Тот, который вкладывался в него. Тот, который сердце отдал. Душу отдал. Тот, который учил его. Вдруг начинает говорить не то, что ему нравится. И знаете, мне нравится. Петр здесь отозвал его. Отозвал. Это знаете, как отозвал? Это. Ну, я вам сейчас попытаюсь как бы разыграть это все. Теперь меняемся местами. Я буду ты. А ты это как бы будет Христос, например. Да? Иисус. Слушай. Можно тебя на минутку? Идем как бы. Наедине потолковать надо. Ну, ты знаешь, как бы. Чтобы все не слышали. Чего они там? Ты же знаешь. Они не духовные. И вообще. Они если в конце отрекутся. Они отрекутся. Как бы. Потому что я то нет. Я никогда. Я никогда. Они то такие. Поэтому, чтобы они не слышали. Они вообще этого не поймут. И он его, знаете, приглашает. Уже. Не просто потолковать. О, нет. Это уже камень. Без пяти минут носитель ключей. Без пяти минут носитель ключей. Он зовет его на теологический диспут. Он говорит. Знаешь. Тут некоторые моменты по Евангелию надо решить. Ты что такое вот проповедуешь? Там. Быть убитым. Там. Страдать. Цену платить. Еще что-то такое. Ну. Я тоже кое-что понимаю. Ты же помнишь. Как я тогда. Как сказал. Я сразу в десятку попал. Вот знаете. Порой мы попадая в десятку. Мы начинаем думать, что мы уже все знаем. Однажды раз попал в десятку, мы вдруг понимаем. Начинаем так мыслить о себе, что мы знаем уже все. Мы многое. И Писание говорит, что он начал прикословить Иисусу. Дорогие друзья. Сколько сегодня людей живут в христианском мире и прикословят истине. Прикословят истине. Но Петр. Он был открытым. Он не жил как-то внутри себя. Он был открыт. Я хочу тебе сказать. Будь открыт всегда. И Бог сильно подымет тебя. Сильно подымет тебя. Присаживайся. Так вот смотрите, друзья. Так вот смотрите, драгоценные. После того, как Иисус пошел за ним, Петр ему говорит. Слушай, ну как-то ты неправильно. Давай я тебя чуть подкорректирую. Я подправлю тебя. Ты тут как бы заходишь далеко. Страдания. Все. Какие страдания. Давай. Ну что ты? Пожалей себя. Вот до тебя нормально было. Нормально верили. Все хорошо было. Ну верили же. Нормально все было. А тут раз появился. Я тоже кое-что знаю. И знаете, начинается уже вот такое противостояние. Но противостояние не прямое. Противостояние культурное. Теологическое. Как бы правильное. Но противостояние. Вы знаете, есть, например, знаете, такое слово неприятное. Есть бунт, например. Бунт это когда рвануло, там все, встал, дверью хлопнул, там все. А есть ропот. Или еще как бы такие вот моменты, как бы закулисные какие-то игры. И вот, вот знаете, как такая какая-то ситуация. И эта вся ситуация, она направлена против. 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 Не нравится Иисус. Еще вчера он ему говорит. Ты камень. Тебе ключи. Все тебе. И вдруг он говорит ему. Отойди от меня, сатана. Потому что ты, мне, соблазн. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Мысль первая. Порой мы думаем, что мы правы. А кто-то не прав. Как важно нам посмотреть на истину. И взвесить истину. Потому что мы часто оперируем какими-то душевными вещами. Мы говорим, я оправдываюсь, потому что вот у меня такое как бы чувство. Я все, там нет любви бывает и так далее. Не на это надо смотреть. На истину Слова Господнего. О чем ты думаешь сейчас? О том, что твое? Или о том, что Божье? О том, что твое? Или о том, что Божье? И если ты думаешь не о том, что Божье, а думаешь о том, что твое. Отойди от меня, сатана. И знаете, мы знаем, что Петр не отошел, да? Это был холодный душ. Это было хорошее вразумление, встрезвление. Поэтому, друзья, 2 Петра 2,9. Апостол Павел, он говорит о каждом из нас. Он говорит, вы царственное священство, народ святый. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Царственное священство. Это титул. Я не говорю уже о детях. Мы дети сегодня пели. Мы дети царя. Аминь. Но если Господь видит, что мы думаем не о том, что его, а о том, что человеческое, о, мы можем такое услышать о нас. И это нормально. Это хороший, бодрящий, встрезляющий, холодный душ. О каждом из нас. И это важно. 33 стих. Он же, обратившись и взглянул на учеников своих, он посмотрел, говорит, слышите, что Петр говорил? Так вот сейчас услышите мою точку зрения. Он говорит, отойди от меня. 34 стих. И подозвал учеников, народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною. И вот здесь, друзья, вот здесь Иисус начинает говорить о том, что такое Евангелие. После этого Иисус будет их посылать. После этого Он будет давать им задание. После этого они пойдут в силе, в авторитете и власти. Потому что они поймут, какая цена Евангелия. До этого момента они видели все хорошим, все прекрасным. Они видели, как люди исцеляются. Они видели, как хлеба, как чудеса, как такие милости, такие невероятные вещи происходили. Но Иисус говорит, кто хочет идти за мной, кто хочет идти за мной, тот. И Он перечисляет. Я прочитаю вам. Это важно, полезно нам обновить еще это. И подозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп человек даст за душу свою. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами. И вот Он говорит о приобретении и о потере. И знаете, что я хочу сказать? Оказывается, Евангелие – это не только приобретать, это еще и терять. Евангелие – это не только что-то получать, но это еще и отдавать или терять. Это еще с чем-то расставаться, это еще от чего-то отказываться, это что-то, возможно, или чего-то тебя просто лишат. Ты даже не будешь хотеть с этим расстаться, тебя просто возьмут и лишат этого всего. И это цена следования за Иисусом Христом. Почему я говорю сегодня об этом? Вы знаете, когда я читаю эти стихи, хочется вспомнить вот две библейские личности. они как нельзя говорят нам о сегодняшнем времени. Первая личность – это Лот. Писание говорит, что он праведник. Бог определяет его как праведника. Это человек, который принял в своей жизни правильные вещи, жить правильно. Вот знаете, правильно. Но даже праведник, он может совершать такие вещи, за которые потом платит цену. И вот представьте, праведник, Лот, однажды, он видит картинку, которая его начинает манить, влечь. И Иисус говорит, кто не откажется ради меня от чего-то, или со мной, или не со мной. Тот говорит, он может пойти приобрести весь мир, но душе своей повредить. Но если, говорит, ради меня откажется от чего-то, душу свою сбережет. И вот представьте, Лот, у нас сегодня, мы живем непростое время, время выбора, время вызова, время вызова. Потому что все больше и больше христиане, знаете, время вот этих чудесных таких, знаете, сладких дней для христианства, мне кажется, оно проходит. Я не хочу пророчествовать, я сам хочу жить, знаете, ну, наслаждаясь жизнью. Но я смотрю, как тонко сегодня подходят искушения к Евангелию, к нам, христианам, носителям Евангелия. Как часто мы можем увидеть в своей жизни такие обстоятельства, в которых от нас требуется решение. Как мы поступим, по Евангелию или против Евангелия? Или мы окажемся смелыми и дерзновенными во Христе и Иисусе? Или мы просто, знаете, ну, отойдем в сторону, как бы, сдадимся перед обстоятельствами? Я уверен, когда Лот увидел эту землю, он многие годы посвятил на то, чтобы идти за Авраамом. Но вдруг он что-то увидел. И знаете, я думаю, он думал, Авраам, а вообще, а можно так как-то, вот как-то так, чтобы, знаешь, и там вот, чтобы и призвание, потому что у тебя же призвание, ты идешь в обетованную землю, у тебя цель возвышенная такая, Бог тебе сказал, а вот можно как-то так, чтобы и там, и вот при этом еще и, ну, ты видел, какая территория там возле Содома и Гаморы? Это же как, как сад Господень, так написано, да? И увидел он землю, как она хорошая, он сказал Аврааму, он говорит, вау, как сад Господень. И он, знаете, вот и как бы, и за Богом, и призвание, и за Авраамом, и Авраам дорог, и, и территория неплохая, и отдают за дешево, и деньги есть, и можно решить вопрос сейчас, все, Авраам, а можно как-то так? И Авраам говорит, знаешь, все можно, вопрос, нужно ли? Вопрос, нужно ли? Да ты не понимаешь, ты посмотри, как классно, ты посмотри, какая жизнь, ты посмотри, как у детей глаза блестят, они же счастливы, а жена, посмотри, она же довольна, Господи, дай нам таких жен, как мы сегодня слышали о брате. Брат говорит, плохо, не поедем, она говорит, ну давай еще попробуем, давай вот на эту кнопку нажмем, давай вот еще вот это, а я позвоню сейчас, чтобы молилась церковь, чтобы пастор молился, Господи, дай таких жен сегодня братьям, дай мужей таких сестрам сегодня, дай, наверное, у Лота не было такой жены, не было у него такой жены, не было, потому что позднее ее сердце будет видно, ее сердце будет видно, а нам, Господь, дай таких жен, ты женат? Да? Просто благословений жене твоей, чтобы она была, знаешь, ну как, основой, оправой для камня, камень, он хорош, когда в оправе, ты знаешь, когда оправа хорошее, и вот представьте, друзья, вот, вот что такое, знаете, вот, терять не хочется, кому хочется терять? Кому хочется терять? Нет, нам бы приобретать, а Лот понимает, с чем-то надо расстаться, что-то надо потерять, и он решается, я лучше потеряю вот это, как бы оно ценно не было, но зато то приобрету, и другой персонаж, это Рау, Рау, блудница, представьте, женщина, знаете, а такие говорят, да на ней негде пробы ставить, и она вдруг, она соприкасается в реальности с той информацией, но это уже не просто информация, она видит этих людей, соглядатаев, этих посланников, которые были посланы в этот город, она встречается с ними, и она понимает, она начинает вспоминать, она начинает поднимать, просто в разуме своем, это же из того народа, это же оттуда, где Бог, где Бог, и у нее выбор, потому что эти люди оказались в такой непростой ситуации, им надо было спрятаться, за ними гнались, солдаты, царя, и они хотели убить, и она понимает, у нее сейчас возможности, хорошая возможность, потому что, если она только выдаст их, а не заложники, если она только выдаст их, вау, это сулит определенные бонусы, ее могут наградить, ей могут что-то дать, а что могут дать вот эти люди, а что от них, они говорят, знаешь, этой территории все равно хана, потому что Бог, все то, что Он запланировал, Он все это сделает, все это сделает, но это будет не сегодня, мы не знаем, когда это будет, но это будет, это будет, и ты сегодня можешь душу свою сберечь, а что я должна сделать, спрячь нас, потому что мы несем ценную информацию, и вот у нее выбор, или видимое, синица в руке, или журавль в небе, и она решается, а ведь она тоже могла подумать, а я могу их выдать, денег дадут, да ладно денег, денег она еще, видать, была такая, ну, как бы, не совсем еще, там не сказано, что она была бывшей там, блудницей, то есть еще была, как бы, на работе тогда, еще на пенсию не ушла, деньги сама могла бы заработать, думаю, что деньги, а вот, может быть, как-то в социуме восстановлюсь, и обо мне как-то хорошо заговорят, и обо мне кто-то что-то доброе скажет, ведь так хочется, чтобы о тебе доброе говорили, что там говорят о нас люди, что говорят, но она поняла, есть возможность что-то такое сделать, чтобы о тебе заговорил народ Божий и сам Господь, и она решается, она их прячет, и мы знаем эту ситуацию, знаете, Бог, Он все равно придет, никто и ничто, знаете, я видел смелых людей, недавно общался с одним, говорю, Бог там что-то, да я не верю в Бога, так у него же там ничего не меняется, от того, что ты веришь в Него, не веришь, ты знаешь, вот ты в Него не веришь, и прямо там у Него полный крах, облом, потому что ты не веришь, да я говорю, у Него-то все хорошо, у Него-то все ровно, хотя Он думает о тебе, Бог все равно придет, Бог все равно свое сделает, и вот знаете, вот эти два человека, они будут встречать Лот, который приобрел землю хорошую, все там, знаете, но потерял что-то, вы знаете, Лот многое потерял, и вот это Рав, блудница, которая однажды сделала ставку на Евангелие, а ведь это не просто ставка, она понимала, если ее раскроют, то она погибнет, она потеряет авторитет, а в лучшем, это в лучшем случае, а в худшем случае, просто ее казнят, ее уничтожат, но она рискнула, она пошла на этот шаг, я хочу рассказать вам одну историю, и мы будем молиться сейчас, если можно группа прославления, кто-то подыграет, я хотел бы, чтобы мы помолились за наше сердце, те, кто смотрят нас в онлайн сейчас, я хочу сказать, недавно услышал, прочитал, вернее, эту мысль, которую однажды сказал Рейнхард Бонке, он привел пример о рыбе, может быть, кто-то читал, оно пробежалось, вот в интернете пролетело, он сказал о рыбе, он говорит, у рыбы есть одна уникальная особенность, температура ее тела, температура тела рыбы, она принимает ту температуру, которая есть в температуре воды, и ей там хорошо, и он говорит, сколько людей сегодня христиан, им хорошо, потому что они приняли температуру этого мира, они приняли температуру этого мира, но мы не рыбы, мы не рыбы, скажи, скажи, я не рыба, толкни соседа своего, скажи, сосед, муж, жена, там, брат, сестра, я не знаю, скажи, я не рыба, я не знаю, как ты, может быть, ты, но я не рыба, я сотворен для великих дел Господних, я сотворен для великих дел Господних, Друзья мои, сегодня, знаете, сегодня мы живем в таком мире, где популярно, я слышу это, а знаете, говорить о своей вере не обязательно, вслух там, говорить не надо, ну что говорить громко, что там, ну я верю себе в душе, слышали такое? Ну я в душе себе верю, я в душе там, Божий человек, христианин, и сегодня уже в душе, а вчера еще было, а вчера еще было, и здесь в зале есть те, которые помнят это время вчера, молодые не помнят, а многие люди еще есть, они живы, которые помнят то время вчера, когда тебе говорят, ты просто скажи, что ты не веришь, просто скажи, и верь себе на здоровье. Просто скажи, я в завершение хочу рассказать свидетельство моего хорошего знакомого, его тоже зовут Павел, и он вспоминает время из своей молодости, это не простое время, это время гонений на христиан. И он говорит, я молодой парень был, я должен был жениться, говорит, у меня девушка была любимая, родители его верующие, он в христианской семье родился. Но тогда не просто было верить, тогда Евангелие, оно имело высокую цену, высокую цену. И он говорит, вот как раз накануне свадьбы, говорит, у нас часто собирались, нагрянула проверка, обыск, у нас находят Евангелие. И говорит, я молодой, у меня свадьба вот скоро, а я уже, говорит, мечтами там свадьба, говорит, девушка, сестра, я так ее любил, я так ждал этот момент, это так было ценно. И вдруг проверка, обыск, отец стоит, Евангелие лежит, которое нашли, мать стоит, дети эти. И один из вот этих оперуполномоченных, он говорит, пойдем, на минуту, дело есть. Они же знали все о верующих. Выводит его, знаете, в сене. И так один на один, знаете, наверное, как Петр Иисусу. Он говорит, ты молодой, у тебя же свадьба на носу. Ты знаешь, что сейчас, сейчас, тебе пять лет в Сибири. Минимум, для начала, оттуда не выходят. Пять лет в Сибири. Говорит, знаешь, я хочу тебе помочь. Вот сейчас нас никто не слышит, никто. Мы, говорит, тут двери закрыли, мы. Говорит, просто скажи мне. И Иисуса нет. И все, и я тебя отпускаю. И все, и тема закрыта. Но если не скажешь, тебя отсюда уведут, посадят. Я тебе, говорит, я это обещаю. И вот этот Божий человек, молодой парень, он говорит, я так сжался. Не вдруг, на какое-то мгновение. Так стало жалко себя. Мое будущее. Будущую молодую жену, сердце которой будет разбито. Мамы моей. Говорит, я просто сжался и сказал, Иисус, помоги. Сейчас время испытания. Я не хочу сдаться. Иисус, помоги. И вдруг, говорит, и вдруг. Я, говорит, почувствовал, как какая-то сила подхватила меня под руки. И я начал подниматься. Я начал подниматься. Я увидел внизу сначала свой домик, улицу, город. Потом уже пошли какие-то неясные очертания, пошла территория. А потом еще выше. И вдруг я поднялся на такую высоту, где, говорит, вся земля была таким маленьким, маленьким, маленьким шариком. Маленьким шариком. И вдруг я услышал голос. Говорит, Павел, где то, чего ты боялся? Где то, чего ты боялся? И он, говорит, в этот момент, я все понял. Я просто сказал этому человеку, даже если мне предстоит уехать в Сибирь, я никогда не отрекусь от моего Господа. Никогда не отрекусь от моего Господа. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Я хочу, чтобы положил сейчас просто руку на свое сердце. Положи руку на твое сердце. Многие люди сегодня говорят о непростых временах, которые приходят. Многие люди. нам надо их пройти. Скажи вместе со мной, дорогой Небесный Отец, я нуждаюсь в Твоей силе, в Твоей мудрости. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты поддерживал меня. И когда приходят трудные обстоятельства, я хочу устоять. Я не хочу быть просто носителем информации о Тебе. Я хочу быть тем человеком, который знает цену Евангелия и который готов заплатить свою цену, если придет необходимость, если придет надобность. Господь, я молю Тебя сейчас за церковь. Я молю Тебя за братьев, я молю Тебя за сестер, я молю Тебя за пастыря, за его команду, за служителей. Я молю Тебя за лидеров. Я молю Тебя, драгоценный Господь, за каждого Божьего человека, который стоит здесь. Потому что это образец Твоего Евангелия. Это письмо, живое письмо, которое написано не чернилами, на бумаге, но духом на сердцах людей. Господь, я молю Тебя, укрепи каждого из нас. И пусть Твоя благодать Божья, она поможет пройти все испытания, все трудности, до конца. И не просто себя спасти, но и слушающих нас. И помочь еще кому-то. Благодарю Тебя, Господь, за то, что мог сегодня делиться этим словом.